Шесть долгостроев сдадут в этом году в Новосибирске. Кроме обманутых дольщиков, новоселье отметят жители двух десятков аварийных домов. Такие планы у строителей и профильного департамента мэрии. Одна из главных задач – развитие социальной инфраструктуры. В 2020-м сдадут три школы и 10 детских садов. Подробнее о планах Владимир Киселев. Жилье, детские сады и школы. Новосибирск растет, а строители после небольшого спада вновь сдают больше миллиона квадратных метров. Развитие инфраструктуры отдаленных микрорайонов – еще одна задача. На этом решение жилищных вопросов не заканчивается. В этом году более 20 аварийных домов расселят, а их жители переедут в новостройки. В 2019 году мы с задачей успешно справились, приобрели 102 квартиры. Подготовка к молодежному чемпионату мира по хоккею – самая глобальная цель на ближайшие годы. В рамках подготовки к молодежному чемпионату мира планируется оптимизация работы по размещению временных сооружений, но по крайней мере определиться по внешнему виду временных сооружений в 2020 год, определиться с концепцией развития основных магистралей гостевых маршрутов. Больше всего гостей будет на левом берегу Новосибирска. Здесь и аэропорт, и арена. Поэтому основные улицы предстоит преобразить. В том числе площадь Маркса, которая может стать пешеходной. Если говорить о гостевых маршрутах, конечно, надо думать о входе в визитная карточка или вход в парадное крыльцо чемпионата. А как ни крути, это площадь Маркса, это проспект Маркса, это левобережье. И здесь происходят сегодня серьезные изменения. Планы на ближайший год расписаны. Однако глава города уточняет, заострить внимание нужно в первую очередь на жилищном строительстве. Ведь Новосибирск с каждым годом становится больше за счет притока населения из соседних городов. Владимир Киселев, Денис Савинский, Новосибирские новости. Спасибо, что смотрите канал Новосибирские новости. Мы рады предложить вам интересное и полезное видео. Если хотите оперативно получать информацию о жизни города, подписывайтесь на наш канал. Жмите колокольчик, чтобы не пропустить последние новости. Продолжение следует...